Медики Черкасской области организовали сюрприз для своих коллег, которые сейчас находятся в зоне АТО. Какой груз они передали и когда он попадет по адресу, знает Станислав Кухарчук. Перед каждым выездом Елена внимательно проверяет медикаменты в карете скорой помощи. Свою работу девушка знает хорошо, она даже обучала военных азам экстренной медицины. Теперь решила поделиться не только знаниями, их станция скорой помощи в который раз собирает помощь для фронта. Черкасские медики помогают военным уже три года. Собирали деньги на бронежилеты, на лекарства и медицинское оборудование. Но в этот раз решили привлечь к сбору медгруза не только станции скорой помощи, а все без исключения медучреждения области. Все-таки это тепло людское, которое в этих вещах, в этих медикаментах, то, что делают люди, они делают из-за этого сердца. А медицина – это люди очень милосердные. Собранный груз едва помещается в двух комнатах. Здесь матрацы и одеяло для фронтовых госпиталей, холодильник для хранения лекарств и медпрепараты. В основном противовирусные. Анатолий будет сопровождать груз на передовую. Он побывал во многих горячих точках и знает цену такой помощи. Они не требуют. Они не говорят, что нам нужно то-то. Нет. Вот было бы непогано. Ну, я понимаю, что просить никто не любит и не хочет. Это просто в разговоре уже. С разговорами мы выбираем, что люди сказали, что бы тело сказали. На передовую груз попадет уже сегодня. Правда, в целях безопасности маршрут каравана медики не разглашают. Данил Снисор, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкассы.